Сегодня, друзья, соревнования в Питере. Взяли айколу и перекусили случайно. Жесть! Я думаю, что судьи должны оценить на кайте звучание, как играет Витя Акар. Нет. Друзья, всем привет! С вами Ростислав. Это новый выпуск Баслок. И мы постоянно куда-то ездим по соревнованиям. Но сегодня, друзья, соревнования в Питере, я думаю, это заметно по погоде, потому что плюс 4 идет дождь, прям моросящий, который скоро должен перерасти в линии. Но я думаю, это сегодня не помеха нашим соревнованиям. Их давно не было в Питере. Должно собраться действительно хорошее количество автомобилей. Едут из соседних городов тоже, из Москвы, Великий Новгород. Может быть, еще откуда-нибудь тачки приедут сегодня, друзья, узнаем. И мы поедем на нашем Дискавери. Поэтому, друзья, навалите басухи, ставьте лайк этому ролику и приятного вам просмотра. Хоть я и говорил в прошлом выпуске Сельца, что для меня сезон закончен, я как раз говорил, что у нас будет еще соревнование, на которое мы поедем. И вот они, они проходят в Питере, что меня не может не радовать, потому что в Елец мне туда-обратно было съездить, ну, так скажем, накладно. В районе 40 тысяч рублей только на топливо с платкой. А сегодня я прям кайфую, потому что, ну, дождь идет, можно та же тачку не мыть особо. И я заправил всего лишь на 4 рубасика, полный бак. Поэтому соревнования для меня сегодня выйдут достаточно экономичные. Но не экономичные для моего магазина, потому что мы решили поддержать эти соревнования. Мы являемся спонсором. Мой магазин BassLockMarket является спонсором данных соревнований. И мы выделили призы, потому что пацаны попросили поддержать их соревнования. И мы сегодня выделили подарочные сертификаты, динамики. В общем, призы действительно будут достойные. И самое главное поддержала компания Alphard Group, которая является генеральным спонсором. И на самом деле подготовка к этим соревнованиям началась еще неделю назад. Давайте вернемся несколько дней назад. До соревнований остается 5 дней. Я успешно заболел. Но при этом все равно болезнь переношу на ногах, потому что нужно готовиться к соревнованиям. Вчера я отвез наш Discovery к Паше по стерео, потому что нужно вернуть второй квазар, который мы, собственно, и снимали, и отдавали по гарантии. Там была проблема после лоботочки, но он просто не выключался от ремоута. Эту проблему устранили. Квазар приехал, и я Discovery отвез к Паше. А сегодня я занимаюсь тем, что готовлю призы для участников, потому что мы являемся спонсорами и партнерами данного мероприятия. И благодаря нашим друзьям из компании Alphard призов станет еще и больше. Не только я, как магазин Baslog, выделяю подарки, но и генеральным спонсором этих соревнований станет, конечно же, Alphard Group. И они тоже выделяют нехилый такой призовой фонд. Он уже приехал в транспортную компанию. И давайте поедем его и заберем. Я в транспортной, а вот и посылка от Alphard Group. Приехало достаточно большое количество коробок. Это все призы. И вот еще призы у нас. Как вам такое? Полный багажник призов на соревнованиях. По-моему, Товчик. Реальный респект Alphard Group за то, что поддерживают даже местные соревнования. Красавчики. Прям респект. Заехал я еще также к нам в магазин. У нас приехали фирменные футболочки. И на соревнованиях мы поставим нашу торговую палатку. И там будет возможность приобрести наш новый фирменный мерч. Сейчас мы распределили вот так вот на полу по количеству и размеру нашей футболочки. Возьмем еще вдох. Кому там надо будет изоленты, стяжечки. В общем, наша представленность на соревнованиях будет и в том числе в виде нашего небольшого выездного магазинчика. Двигаемся на двух тачках. Должен подъехать еще туда Ярик. Он проспал у нас. И Владик, наш монтажер-оператор. Ну, уже чисто монтажер. Вы спрашиваете, где он? Он чисто на монтаже сейчас двигается. У нас глазок за пультом теперь только. Вот этот вот сладенький. Что, давайте не медлить. Мы уже опаздываем. На самом деле ждут нас к 10. Открытие в 11. У нас здесь 15. Владик наш еще, который будет сидеть, собственно, в палатке, еще подписывает сертификаты. В общем, грузимся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы наконец-то добрались до площадки. У нас проводятся соревнования, кстати, как раз-таки недалеко от нашего магаза. В площадке Силар Парк на Пескаревке. Здесь такое, на самом деле, прикольное, уютное место. Здесь обычно какие-то дрифтовые тусовки. И в этот раз здесь как раз порт соревнования. Видим, что машин, на самом деле, приехало достаточно много. Большинство из них это участники различных классов. Выставок здесь не так много, потому что, сами видите, погода какая отвратительная. О, Ярик наконец-то подъехал. Мы выставили здесь тоже свою палаточку. У нас такой здесь уголок. И, кстати, заметьте, да, помимо оклейки Ярикой, у нас еще Владик оклеены. Теперь у нас здесь такая банда. И потихоньку-потихоньку наша команда формируется. Ну а об этом я расскажу в одном из следующих выпусков. Обязательно увидите. Ну а пока давайте пробежимся по площадке. Посмотрим, какие здесь тачки есть. И что выезжает, например. Вот тебе где точку ставили? В Ельце. Ну, видишь, нормально стоит. Ну ты не поверишь, короче, да, из 30 человек, только трое или четверо, короче, догадались, что надо вот так делать. Все вот так предлагают делать. Я бы тоже так положил. Потом я говорю, короче, не так. Знаешь, что происходит дальше? Это так. Я говорю, не так. И знаешь, какой бы крутой был? Это был вот так. Я думаю, вот это нормально. Нет, ну вот это топ. Я так предлагаю мере тогда. Так, ну ты у нас, ну я думаю, что это класс багажник. Да, да. То есть 5-4. Да, багажник. Один сабвуфер, там же по усилителям меряется, до двух усилителей, по-моему. Не, 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 у нас не так. 3-4 багажник без ограничений. Но, но нашлись парни, которые догадались на задней форточке вибру наклеить. Зачем? И пролететь в экстрим, типа? Ну, в стену. Ну, как бы нормально. Ну, нормально. Мы в багажник готовились, округли. Ну, что, экстрим, экстрим. Что ты делал? Не, ничего, просто распорки две на оформление, и все. И сюда сделал, и снял. А что, держишь, типа нормально? Неудобно ездить. Это да. Я поэтому тоже, да, не ставлю. Ты знаешь, по ощущениям, кисточка будто бы, знаешь, кисточка такой здоров. Куэль еще. Да? По поводу замеров. По одной машине заезжаем. Наверное, заезжать будем вот так вот. Подъезжаем к сцене параллельно, не перпендикулярно. Подъезжаем параллельно. Патажирской дверью к нам. И все. Вас регистрируем. Спрашиваю, готовы? Пипикайте. И все, я отчет запускаю. Все готовы? Да. Все, еще раз поаплодируем друг другу. Начались замеры уже. Первая машина, кто выехал? Олежа? Я по чуть-чуть. По чуть-чуть. Я понял. Следующему сезону будет нормально все. Да, но сейчас пока ставлю. Базар поставлю и нормально будет. А сейчас 5 киловатт. Лучше 5 киловатт, нормально. Нормально, ладно, давай. А ты в каком классе был? Просто стена. Понял. Давай, поехали. Гоу, гоу, гоу. А что, датчик отлетел? Датчик отлетел. Вот этот уровень Санев, когда судьи в шапке уже сидят и пуховики. Кубок Севера, да? Слышишь, я такого не видел с 19-го года, когда мы организовали минус 12 зимой. Зима близко просто. Давай, ребята, за вас все болеем. Поаплодируем, поддержим, ребят. Два, один, гоу. Они в каком классе? Твою. Поем? Молодцы, молодцы, ребят. Молодцы. 156 за 4. Пацаны, вообще не парись, изучали спрос. Твойка за внимательность, пятерка за рост. Книги не листал, пока не стрял на полтора. Ребят, здесь с моего двора. Я родился засранцем, погибну как босс. Копы удивляются, как мы бегаем в роз. Не балуйся с ракцией, слушай инфо. Машин вроде все померились. Поеду я сейчас тоже выйду на замерчик. Ну, на похер, выйдем сейчас. Посмотрим. Блин, холодно, конечно. Это угар, блин. Я в пуховике. Сейчас буду выезжать на замер. Ребятки с моего двора. Парни с... Театра ослабится. Я проебал понедельник. Нам шьют лайки, словно свитера. Малышки с твоего двора. Готовы? Давай. Витера, взорваться. Готовы! Я чуть-чуть подготовлен. Во-первых, намерились на своем треке, что меня не можешь не радовать. Я не уверен в чистоте, потому что мы, естественно, заранее не промерялись. Я вахнул на 34, 166 среднего, ну, причем там расслот. То есть я стартанул 158 с лапок. О, живачки. Уезжаем отсюда. Как обычно, в конце сезона надо выехать померять фронт. Ну, интересно, кстати, сколько там, потому что поменяли уси. Я, конечно, не рассчитываю на призовое место. Здесь не нейлы какие-то, динамики стоят. Просто шляпят беспилельное качество звучания. Ну, просто интересно. Если добавлять громкость на телефоне, громче получается. Что? Опять? Не, в прошлом году куда-то громче было. Ну, там, может, и по-другому замеркнуть. Не знаю. Прикольно. В этот непрекращающийся дочь организаторы решили сделать перерыв. И хорошо, что рядом есть кафешка. Мы решили зайти согреться. Вот у нас тут чаек, супчик. В общем, сидим, согреваемся. И пока ждали заказ, обсуждали вообще, какие машины сегодня приехали на соревнования. И одна из первых тачек, которая заезжала на замер, это был Ford Focus второго поколения. И в нем человек запилил себе стену достаточно бюджетную. Там, на самом деле, на все сабы стоит всего лишь один пятикиловаттник. Поэтому рез там не сильно большой. Ну, на самом деле, Ford Focus, когда мы ездим по слюнаме, встречаются абсолютно везде. То есть, это достаточно популярная машина в автозвуке. Но если бы я рассматривал себе машину именно Ford Focus под стену, я бы, конечно, смотрел бы не на хэтчбэк, а на универсал. И нам стало интересно вообще, сколько может стоить второй Focus универсал в нынешних реалиях. И поэтому мы, собственно, заходим на дром, ставим фильтр Ford Focus. В общем, вариантов на дроме масса. Они лоханутся с выбором, помогут фильтр от собственника и отличная цена. И чтобы не упустить тот самый свой вариант, я бы рекомендовал вам оформить подписку по заданным вами параметрам. В нашем же случае это Ford Focus 2 универсал, мотор 2 литра. Как только появится новое приложение, вы сразу получите уведомление. Поэтому, если не хотите лохануться с выбором, идите на дром. Ссылку я оставлю в описании под роликом. Давай быстро похаваем и на площадку. Это моя классика, выбирай каши. Стой купаешь, а это моя классика, для тебя в прошлое. Дешевой бед, но если говорить вкратце, не тяни дистанцию. Мы сговорим 10 лет назад, и прямо сейчас, прямо в руки шаг, прямо на голодные кишки. Пиздец не ворочат мешки. Я тебе говорю, я тебе говорю, ты можешь верить в сходы. Мы не то, что поддыхаем с голоду, но дешевая бед, прямо как они и раньше. Дело не в количестве, а в качестве. Голова не так уж весело. Я не против, иногда немного подурачиться. Но только если дело не касается, замесивая дешевая бед, мы идем, кроме, к Малому. Он обновил себе запах. Всего в голод 2 пятмаки, ну, кастомные. Прозар 18 на них. На Малом сегодня 154 плюс багажника в седане. Я считаю, как бы, ну, неплохо. Давай, сразу, давай. Так, а теперь надо слушать басы. Вот они, кастомные пятмаки. Повыше, пониже. Давай, пониже и повыше. Интересно, а сейчас все послушаем. Кайф. Ну, Наташка, 23 грамма. Они уже такое сняли. Ну, они объема больше, но все повыше чем-то. Давай. На площадке действительно собралось хорошее количество автомобилей. Несмотря на непогоду, здесь замеры в целом производятся по правилам типа битвы СПЛ, что-то такое. Деньги ждать за 30 секунд нужно показать одна попытка без перезамера. В общем, сколько дал, столько и дал. По сути, в целом, я считаю, выехал. Ну, не неплохо, на фронт выехал. Забыл навалить в алюме. Ну, как обычно, это бывает. Большой, на самом деле, приехал оттачик просто почилить, покайфовать. Очень радует, что в Питере ты тусуешься, столько тачек с автозвуком в одном месте ты обычно не видишь. А здесь, прям, посмотрите, целая площадка забита. Несмотря на счет, повторюсь, потому что погода полная дерьмо. Но погода настолько такая себе, что мы даже не в итоге не валили на дискаре. Сейчас, если дождик подзакончится, посадим ядника. И пусть варим сидит. Короче, наконец-то распогодилось. Мы распаковали наш дискаре, открыли окна, посадили Ярика. Я сам не валю, потому что я еще болею. Не хочу простыть, а то в Ельце 6 часов валили, нахер надо. Еще раз так простывать, я потом сангин это срягу. Лучше Ярика, у него здоровье позволяет. Он проспиртованный у нас, так что. Его любая зараза не берет. Сидит, валит, а потом мы еще на дизматч поедем. Спицерная для вас в лоб. А че это у вас такой дует? Вентилятор какой-то, да, стоит в машине? Ну, пошел дождь. И начали из замеры. Первый раз человек на дизамире похлопает, да? Похлопает! Красавчики. Ну че, ты молодец? Да. Пожелая артиллерия пошла в бой. Месседес, на! Че, будет? Будет, 162 с чем-то будет. Не, я все пойму, может мне выехать. Ну, мне зачем-то выезжать. Я знаю. 24, 12. Что, как думаете, больше, чем ростик-рест будет или нет? Ростик-ресток 166 было. Ну, мне прям интересно. Я прям... Хорошо. 19 килл всего, 19, братан. Ну, это же ни о чем. Красава! Да, да. Ну, спасибо, че. А ты че? А я че? Я ж не знаю, что имеешь. Я вообще не собирался, мне попросили. Правый? Вот эти цифры, 166, 8, 7. Правый, Андрюха. А есть запас лак? Да, вот запас лак. Ты хочешь его положить? Давай сейчас дизмач отмерим, потом положим еще один. Куда вы? Куда вы? То есть, если у вас класс эспиль 1 и эспиль 2, вы едете на дизмач, будете все вместе сражаться. Класс эспиль 3 и эспиль 4 мы соединили. Гробы остаются сами с собой. Их там, в принципе, трое, все окей. И, соответственно, класс стена и класс экстрим тоже соединены в один. Соответственно, у нас как бы всего суммарно на дизмаче будет 4 класса. Как мы заезжаем на дизмач? Заезжаем и сразу валим 3 минуты. По хардкору, короче. Кто первый положит сабы, тому пачка вибрит. Спасибо. Хороший приз. Так, короче, Ваня на Матизе готовится на замер. Две пятнахи, злые, кастом. На все бабки? Да, естественно. Вроде сейчас только подключу все. С дымом нет сегодня? Блин, вот возможно, что будет и да. Я тогда здесь постою. Камеру вырубать не буду. Блядь, дизмач такая штука опасная. Можно уехать сразу сабы ремонтировать. Ну что там, а сегодня сабы положишь, нет? Я хочу. Не хочешь? А я в экстриме еще. Минута прошла, почти половина. Четыре, три, два, один, ура! Жесть! Дымком. Бля, воняет, жесть так. Что, а вот его стоило, нет? А? Стоило того? Да. А их все равно надо было на рекон вести. А? В любом случае. Как бы, ну, никак. На тоненькой, на тоненькой. А очко-то, ну, сжалость нет, скажи. Да, да? Иголка залезет? Я первый раз в матче страшно. В остальных классах похуй, а в дезмате страшно. Иголка залезет, нет? Не залезет? Три иголки. Я думаю, знаешь, чему Тёма рад? Что в Басок Маркете 300, а вторые новые, если чё, лежат уже. Тут, если чё, вот перекрёсток 2 километра проехать, перекрутить, и идти на рекон. А если не через перекрёсток, то где? На сайте basfok.ru, правильно, заказывай. Ты говоришь, давай глубже, а я уже по самые яйца куда-то накручу, блядь. Сабы 30 градусов, вообще хуйня. Сабы 31 километра проехала, залезет от полотно. 10 километров, всё падает. А по шутке выдаёт, падает. Сабы 31 километра проехала. Ну что, погода за бортом снова ливень, и мы выезжаем на замер, на дезмач, замер у нас на 3 минуты. Я даже с собой достал километра, я думаю, конечно, мне здесь особо не пригодится. Сабы у нас 17, 4, 18, 5, 16, 8, 17 градусов. Сравним просто после 3 минут, я думаю, что не больше 40 градусов они будут. Как Ваня на Матизе до талого, до дыма я валить не планирую. Дам, как я вот на 30 секунд выехал, вот так же примерно плюс-минус будет. Ну что, с каким результатом думаешь? Не знаю, как получится? Ну а на что рассчитываем? На 160, на среднего. Среднее 160. Смотри, будет меньше, будешь наказан. Это угроза. Да, это предупреждение пока. Давай. А что за наказание? А вот и знаешь. Давай. Ни пуха, ни пера. Чего-то. Вот к этому. Или к этому. И наплачет, ведь она порвала в платье. Разрывные пули в полуавтомате. Наношу на камень силуэт, братьев. Не вернусь назад. А вы что, не верите, что я 170 дал? Взяли, блядь, провал, перекусили случайно. Хорошо шел, блядь, почти 2 минуты, нахуй. Странный провод, блядь. И по моей линии, нахуй, здесь край стабилен. Ну был новый провод. Но я сабы догрел, 29 градусов сейчас было. Там 173, видел? Питер, второй раз, блядь. Что такое? Опять это провод. Все уже, слышишь, давай по сумме. Проводка. Можно раз 2 минуты и сейчас 2 минуты. У меня все работает. Дважды поломали им оборудование. Дискавер я поставил, ходил, узнал, сколько в итоге записали. Записали вообще что-нибудь. В итоге записали 166 среднего, потому что, ну, это тот резак, который я держал 2 раза по 2 минуты. Вот и все. По факту не 3 минуты среднего, а 4 сперевем. Замеры закончились. Мы этот матч откатали и ребята просим все равно, чтобы мы навалили басухи, поэтому сейчас повалим. Владику дадим что, 50 цента, да? Да, самое жесткое. Да, это не самое жесткое, да, 50 цента? Ну, давай, самое жесткое. Поставил труклазу и, походу, ну, ровно не отстроили. Поэтому, кстати, рез чуть-чуть может быть поменьше. Я вот смотрю, исходящий вольтаж, типа, на одном усе больше, на другом меньше, то есть надо еще подкручивать, чтобы... Ну, короче, сабы сейчас, может сказать, половина сабов играет не так, как вторая, чуть-чуть буквально. В общем, друзья, уже потемнело и начались замеры, финальные замеры SQL. Громко, конечно, звучание со стороны. Вот у нас и от судьи. Вот заезжают машины, встают вот сюда и слушают треки, данные организаторами. У нас двое судей. Собственно, они выставляют там баллы. Типа Эмма на минималках, но с Блэкджеком и шалавами. Знаешь, какой я трек на замер выбрал? Ну, какой какой? Я думаю, что судьи должны оценить на кайте звучание, как играет Витя Ака. Ну, нет, там сначала, ну, их треки, естественно, вот эти все, вот эти вот модные. А потом мы послушаем обязательно Витю Аку. Че, слушаем или че? Хочешь элемент шоу покажу? Смотри, видишь, лампа она не горит? Ну, че, настало время самого лучшего трека? Да. Я думаю, с кьюшники сейчас. Хуясь. Это не свой трек? Я включал инстасамку на Эйме, а ты решила готовить. Я думал, геопику. Походу, так. А, выступление еще есть, не вам чувствуется. Я все чаще бываю с Абкадом. Давай, давай нормальный трек. Это тоже. Че, не понравился трек? Нет. Спасибо. Пожалуйста. Не зашел, да? Я старался. Так, где-то в душе вспомнил детство. Вот, блядь. Сразу был хрень. Сразу, да? Ну, поржать-то надо было. Сказали, выбрал самый лучший трек произвольный. Ну, не первый. А второй. И, естественно, ребят, хочется большое спасибо сказать нашим спонсорам, которые нас поддержали. Особенно в конце сезона, когда все бюджеты закрыты. Поддержал нас, естественно, Ростислав Баслот, как без него. Комфорт Мак, который выделил очень много призов. Поэтому всем этим людям хочется и спонсорам сказать спасибо. Вопрос знаешь, какой у меня? А ты давно видел, чтобы соревнования, а судья в галошах стоял. Сегодняшнее мероприятие это награждение. Просто передаю. Холодно, блядь. Биздец вообще. Сколько красного сейчас? Плюс три? Ну, реально, промерзли вообще люто. Вязание! Я думаю, что лет через десять он также будет самым молодым участником. И пусть так оно и остается на самом деле. Поздравляем. А что третье-то дали? Первое место. Так, молодому человеку, пожалуйста, дайте. Я такого маленького пить не буду. Ну, а я купленный сейчас. Да? Сам фонсор, сам забрасывай подальше обратно. Обрата в магазин поставишь, собственно говоря. Она сдается! Вот это показатель крутой семьи реально. Пацан, который забирает кубки. Я уничка молодец. Какой кускок. Умница. Это Ростик. Вот он. Спасибо. Поздравляем тебя. Спасибо. О, еще и кубок. Подарки мне в багажнике. Да. Подарки у меня уже в багажнике. Твои же, которые ты привел. Нет, это Альфа подарил. Ага. Это и я. Ему отдельное спасибо. Конечно. И первое место в классе Ейсквей. Мастер столяров Артем. Еба! Сюда его, нахуй! Сюда! Артема дождался. Молодец. А что за кого приседает? Итак, второе место в классе Ейсквей. Эксперт занимает бас-влог. Он же расписывал. Чуваки, а? Спасибо. Спасибо. Блин, все мокрое. Жесть вообще. Уже следующий день погода не улучшилась, поэтому мы записываем финалочку также в магазине. Мероприятие классное. Спасибо организаторам. И спасибо, собственно, я думаю, нам тоже можно сказать за то, что поддержали. Всем участникам, которые приехали, тоже огромный респект. Машин было достаточно много. С учетом того, что как бы октябрь, дождливая погода. Я надеюсь, в следующем сезоне соревнований в Питере будет больше, потому что в этом, считайте, только Эмма в начале сезона была, на которую я больше не поеду. И вот сейчас кубок севера такой как бы в начале октября. Забрали три грамоты. Кайф. Два первых места. Второе место на качество звучания. Так что Discovery на качество звучания тоже может показывать, друзья, как видите, хорошие результаты. Да, фронт не самый громкий по фронтам, мы ничего не знаем, зато качественный. И это заслуга динамиков 60 SQL, поэтому Silvestre 60 SQL действительно топовые динамики на фронт. Играет сбалансированно, кайфово. Я этим, на самом деле, очень сильно доволен. Хочу сказать спасибо вам, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, вы кайфанули от просмотра. Сразу после видоса бегите, заказывайте по ссылке в описании наши фирменные футболочки. Потому что вы часто спрашиваете, что за трек. Мы такие футболочки кайфовые сделали. Пока что все размеры. Басфлок фирменные. И автозвук говно, но это не точно. И еще, если вы заказываете в нашем магазине, либо онлайн, у нас появилась теперь вот такая вот рассрочка. Можно поделить платеж кусочками. 25% платье сразу. И остаток в течение полутора месяцев равными платежами раз в неделю будет списывать. Вот, рассрочка. Соответственно, без переплат. И, надеюсь, скоро мы перестроим наш Discovery, займемся его аудиосистемой. Но для этого мы как раз и сейчас разыгрываем нашу Жигу. Стоимость участия 300 рублей. Финал 22 числа. Пишите на WhatsApp по этому номеру телефона. И за 300 рублей забирайте мою Жигу на шестнаре. Вот она. Стоит. Вот там вот. На шестнарике, на полуковшах, на вывороте. И тебя ждет. Отдаю ее вам, чтобы поставить себе музла побольше дискать. С вами был Расиславов, это Баслок. Всем хорошего настроения, удачи и пока. Кстати, знаешь что? Я думаю, что нам надо записать видос в магазин спустя год. Ты знаешь, что магазин еще года не открыт. Видос выходит, получается, у нас 12 октября, а мы магазин первый наш открыли 22 октября прошлого года. То есть еще года нет. Интересно было бы посмотреть? Ну да. Ну все, сделаем начать, пожалуйста.